Музыка Я знаю, что вы изучаете свою родословную, интересуетесь историей вообще происхождения Абаза в Египте. Хотелось бы начать с этого вопроса. Мы очень приятны с этой семьей. Мы очень довольны историю вашей семьи. Абаза. Абаза. Абаза вы можете рассказать о себе, если мы маленьком. У нас очень трудно поговорить о истории Абаза. Я не могу про всю историю абазинской фамилии в Египте рассказывать, так как их очень много в Египте, и это очень большая семья. Потому что эта история связана с древней историей Египта и Мухаммеда Али. Я попробую рассказать про абазинскую фамилию, насколько смогу, но, конечно, имейте в виду, что я не про всю фамилию рассказываю. Я только про свою семью и откуда я родом. Я, конечно, не смогу про всех министров, авторитетных людей, кто в государстве работал, я про них всех вообще не смогу рассказывать, но я попробую рассказывать о самых близких мини, ну там два-три человека. Мы как абазинская семья считаемся из самых больших семей в Египте. И самых уважаемых. И большая семья в истории Масри была в том же время, очень большая от народов, либо из-за Усманицы, либо после Мохаммад Али. Также в нашей семье было много авторитетных людей, или людей, которые на государстве работали министров с тех пор с Усманской империи до времен Мохаммад Али. Абазинская семья была в государстве на все это время, как управляющие районов, как министров, как сенаторов, как управляющие администрации. В общем, в управлении государством мы за всю историю участвовали в политическую и управленческую деятельность государства. И это им удавалось постоянно, все время. Там у них и любовные отношения были, как бы, уважительные с самими египтянами. И это продолжается до сегодняшнего дня. На данный момент три человека в парламенте Египта работают. Доктор Хани Дурри Абаза. Ах и хабиб Ахмад Фуэд Абаза. Любимый брат Ахмад. Ахмад Фуэд Абаза. Ахмад Фуэд Абаза. Ахмад Фуэд Абаза. В Ваги Хисан Абаза. Абн. Абн. Ваэль. Будуще от на этого последнего Ваги. Они сейчас работают в парламенте, ну как представители, Палата представителей помогают улучшить жизнь, качество жизни, помогают людям, кого они представляют. Ну, здесь постараться надо. Я только буду разговаривать только про себя для начала. Меня зовут Мухаммед Рауф. Мухаммед Рауф, Али Джамал Дин, Ахмад Мухтар, Али Саид Хасан Абаза. Это означает, что все мои прадеды, они все Аббазины, ну Аббазы. И также со стороны матери. Мой отец был судим, Али Абаза. Он как глава судей, я не знаю, как точно это называется, но судей, он как бы возглавлял судьям. Так как будет на русском, не смогу перевести. Мой дедушка Ахмад Мухтар Абаза, он получил статус в Египте есть как бек, но это как уважаемый господин. Он работал в сфере образования, он был в сфере образования. Он был в сфере образования, работал в районе Ахмад Мухтар. Его отец, Али Абаза, был писателем известным. Али Абаза, это младший сын Саид Абаза. Саид Абаза, 12 сыновей. Саид Абаза, сын Саид Абаза. Ахмад Мухтар Абаза, был в 1833 году. А Ахмад Мухтар Абаза, был в 1863 году. Ахмад Мухтар Абаза, был в 1847 году. Ахмад Мухтар Абаза, был в 1833 году. Брат Саид Абаза, это Сулейман Абаза. Ахмад Мухтар Абаза, был в 1833 году. Они оба сыновья, как шейх Хасан Абаза. Это назывался как шейх арабов. Он был в 1732 году. Он родился в 1765 году. Это было в 1833 году. Он был в 1833 году. Он был в 1833 году. Он был в 1833 году, до сегодняшнего времени. Он был в 1832 году. Он был в 1833 году. Это я коротко рассказывал про свою семью, как они участвуют в политическую жизнь, в управленческую жизнь, ну сколько министров и глава районов. И мы, как Абаза, находимся во всех, проживаем во всех районах Египта. Хасан, шейх Хасан, шейх العرب Хасан Абаза, كان луэхват, мин ашархум шейх العرب Бугдади Абаза? У шейх Хасан были братья известных. У шейх Бугдади Абаза, у шейх العرب Хауи Абаза, и шейх Камхави Абаза, и шейх Шахин Абаза, и шейх Шахин Абаза, и шейх Ауази Абаза, и шейх Ауази Абаза. И от них уже Абаза не пошли в Египте. Ну, я думаю, так про историю достаточно рассказывал. Хотелось бы поговорить о том, чем занимается вообще наша диаспора в Египте. Есть ли культурные центры? Отмечают ли какие-то праздники совместные? Собираются ли? Как часто, если не собираются? Я хочу объяснить, playing любят хауи в Египте, в Мусор схванили. Что маркетинговые гауи Абаза? Ребята, это зависит от них? Какие самые детских статей? Те гражданицы, Лето у вас проще? Да. Ага. Конечно, какого срока, у нас в Косре, Ну, конечно, как исторически известная семья, у нас даже футбольная команда была. Профессионально играет с остальными командами Египта, и иногда бывает, что они выигрывали. У нас группа актеров была. Мы были поэти, писатели. Можно сказать во всех сферах культурных, спортивных, риадов, 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 риадов и научных сферах. Мы участвовали, были там постоянно. Эти вещи, конечно, изменились, исходя от того, что наша семья сильно развивалась по количеству людей. Можно сказать, их очень много стало там. В 30-е годы молодежный культурный центр основали. Они занимаются поездкой, собиранием семьи, празднованием чего-либо, какого-то праздника. Они это организуют и все делают. Конечно, они руководствовались старше поколения, так как они им помогали, пытались научить их историю, откуда они родом, сколько их. И все, что связано с семьей, чтобы они постоянно друг друга знали, в гости зашли друг к другу и любили друг друга. Эти дружные отношения между братьями и сестрами. Мы очень пытаемся сохранить традицию, что в месяц Рамазана мы собираемся один раз. И, конечно, мы собираемся в праздниках разных, конечно, когда выборы идут в семье или в разных ситуациях, они тоже собираются. Согласно в политические выборы, когда они происходят, они собираются. И даже, можно сказать, в спортивную сферу тоже, когда у них выборы в спортклубах, они собираются, так как они имеют несколько клубов профессиональных, которые, можно сказать, влияют очень сильно на народ Египта. С тех пор, как создали культурный центр, они очень сильно стараются выпускать, газету собственную, где там рассказывают, кто, например, женился, кто умер, кто закончил школу, кто закончил университет, у кого родился сын и так далее. Конечно, они обращаются к старшим поколениям, вот этих писателей, про которых мы говорили, как Сарват Абаза. И многие другие писатели и научные, у которых есть и книги, и научные статьи, которые даже в университете сейчас в Египте используют. И самое красивое у нас в семье, что мы постоянно друг друга помогаем. У нас уважаемая женщина Муна Абаза. Я очень стараюсь. Старается и помогает членам семьи, абазинской семьи, у кого жизнь не наладилась, или ситуации разные в жизни бывают, у кого-то денег не хватает на похороне, или на свадьбу, или на образование. Она собирает и старается собирать деньги в более обеспечивании людей из абазинской фамилии, чтобы все могли жить красиво, можно сказать, и обеспеченно. И, конечно, говорит, это очень важный момент. Помогать друг другу, потому что жизнь меняется, цены поднимаются. Некоторым удается заработать денег, по некоторой причине не могут собрать эти деньги, или у них что-то случилось в семье. И вот это доказательство, что у кого есть, он должен делиться с тем, у кого нет. А это самый красивый образ братства, скажем, любви. Насчет этого, коль затронули этот вопрос, хотелось бы узнать, насколько я осведомлен, у них существует фонд. Вот кто является инициатором организации этого фонда, и какие возможности у этого фонда. Редактор субтитров А.Семенатором организации «Симон» Назадка Киевниев 10. Ваши у Назадка, могут быть достаточно полезными в обеспечении этого фонда? Назадка! Редактор субтитров А.Сементором Mail. А.Сементором Ваши субтитров А.Сементором Госпута. Нет, нет, есть мудир или бесс? Да, да. Имканики. Имканики? КОЛЛА ФРАД ЛАССРА ЛКАДЕРИН БЕСАДУ ФРАД? Ну, бюджет Муна, для начала Муна, она главная лицо, возглавляет лицо, но ей все помогают. Как бы это ни было, деньги собрать, одежду, например, или еду собрать, она вот ей собирают, можно сказать, а она уже разделяет это, так как она больше знает, кто в чем нуждается. А насчет бюджета, именно вот, как бы, цифру я не могу сказать, это по нужде, можно сказать. Сколько надо, они собирают, а цифру, я не знаю. Насколько я знаю, наш гость, уважаемый, впервые в Абхазии. Вот хотелось бы, если не секрет, чтобы он поделился своими ощущениями в Абхазии, Абхазах, о народе в целом. Абхазия. 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 Конечно, эта страна очень красивая, но, по крайней мере, она не имеет значения. Возможности могут сделать это больше. Эта страна очень сильная. Три года назад... Я, честно говоря, буду рассказывать. Три года назад ко мне приехали в Египет группа из трех человек. Мы их встречали, обрадовались, праздновали. Они очень интеллигентные люди. Мы очень рады были им. После этого я сюда уже приехал в Абхазию, все увидел. Мне очень это понравилось. Но меня обидело, или мне обидно стало, то, что не все инвестировано в Абхазию. Можно увеличить, скажем, доходы государства в три, в четыре и в десять раз даже. Можно больше. Мне вот этот момент обидно стало. Так как моя сфера работы – это критические ситуации государства. У меня такое предчувствие, что из Абхазии можно добить золото, можно сказать. До того, она богатая страна. Очень красивая природа. Горы восхитительные. У нас бихар гамила, мосоев гамила. Море, курорты. У нас шарб гамил, мусалим, мубтасим дайман. Народ, мирный народ, который постоянно улыбается. У нас токс, мутауазин, ала мустауа лаам. Погода очень стабильная. Круг год, можно сказать. Нельзя просто положиться на туризм, как основной доход государства и людей. То, что люди, народ и государство полагаются на период, скажем, с июнь, июль, август, сентябрь, этого недостаточно. Нельзя из-за того, чтобы для сияжки отзывы до сияжных месяцев, по 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9-8 месяцев. По поводу туризма надо постараться, чтобы и, можно сказать, зимний период времени, чтобы туристы тоже переехали в Абхазию. Не только на летний период. То есть с октября, можно сказать, по апреля или по мая. Туризм – это очень важный момент. И, как говорят, это как завод без дыма, который не дымит, можно сказать. Если по-другому начать действовать по поводу туризма, за счет только туризма, можно поднять страну на очень высокий уровень. Абхазия – это шагб Гамиль, мусалим, хадик, нудиф, муптесим. Ятомайзая на шагу кетира, ауфы в айлам в этой муастофатуре. Народ Абхазии очень мирный, под конец он говорит, мирный, спокойный, улыбчивый. Он от других народов, как бы, вот эти качества у Абхазов в народе, отличают их от множества других народов. – Хотелось бы узнать, насколько наша молодежь, я имею в виду в Египте, осведомлена об Абхазии. Что они знают об Абхазии или знают ли о существовании вообще такой страны, своей исторической родины? – Наша беседа подходит к концу. Вот хотелось бы узнать ваше видение от процесса репатриации нашей диаспоры из Египта на историческую родину. Какие пути? Какие руки используются от мебельного схода для об Абхазии? Какие могут быть имелы о сотрудничества? ла бхази ааа хия сия хорат катет а татиризм лазм мазид ман алиф амбхази а лазм мазид аль афлями ла мазид ан зиарат ла мазид алан амбракт лага не екферند иконка тат хут сайт аль интернет аль бхази Недостаточно рассказывать, что сайт в интернете есть. Этого недостаточно. Надо побольше приглашать сюда людей и самим поехать туда, как ансамбль у вас есть, поехать туда, сыграть, развивать эту тему именно, организовать поездки и в Египте, и с Египта. Маркетинг побольше по поводу туризма. Больше праздников вместе отмечать и совместные поездки сделать и в ту сторону, и в эту сторону. Абхазов, здесь студент, отсюда. Отправить в Египте на учебу и также с Египта сюда отправить. Если это можно организовать через мистерство, это будет очень важный момент. Абхазов, 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 это будет очень важный момент. Спасибо. 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 Спасибо.